Опасный полет Ту-154 на аэродроме Чкаловский сегодня начала расследовать военная прокуратура. По закону о безопасности полетов после долгой стоянки машину необходимо тщательно проверять. Гонять полетному полю для выявления всех возможных дефектов. Но это занимает около недели. Возможно, кто-то очень торопился сдать самолет на Ремзавод и проверкой просто пренебрег. О том, что спасло от трагедии Дмитрий Мельников. Смертельный вальс в исполнении 100-тонного лайнера заинтересовал военную прокуратуру после того, как появилось это видео, снятое кем-то из персонала аэродрома Чкаловский. Кто и как готовил Ту-154 модификации Б-2 к полетам, сейчас изучают следователи. Допрашивают экипаж и командование 800-й авиабазы Министерства обороны России. По факту авиационного происшествия, имевшего место 29 апреля на аэродроме Чкаловский с самолетом Ту-154, принадлежащим одной из авиационных баз Министерства обороны Российской Федерации, Московской городской военной прокуратуры, проводится прокурорская проверка соблюдения командованием законодательства о подготовке полетов. По окончании ее проведения будут приняты меры прокурорского реагирования. 29 апреля в подмосковном Чкаловском самолет российских ВВС поднялся в воздух, чтобы взять курс на Самару. Почти 10 лет машина простояла на земле, и военные решили отправить Ту-154 на ремонтный завод. Почти сразу же после взлета, еще на малой высоте, лайнер начинает исполнять фигуры, которые противоречат всем законам и правилам воздухоплавания. Его качает из стороны в сторону, самолет то клюет носом, то задирает его вверх. Опытный пилот Рубен Ясаян, который аварийно сажал Ту-154 в выжме, увидев эти кадры, сразу же определил основную причину ЧП. Предварительная картина такая, что сбой в системе АБСУ есть такая автоматическая бортовая система управления самолетом. Куда входят в эту систему, входят и так называемые демпферы рыскания по всем каналам. Я имею в виду по каналу курса, крына и тангажа. На несколько секунд пилотам удается стабилизировать машину, но через мгновение она снова валится на крыло. Наблюдавшим с земли кажется, что в это время самолет не управляем. Причиной танца в небе, предположительно, стали противоречия между двумя системами. Рулей направления, болтание из стороны в сторону явный признак, и АБСУ, то есть мозга лайнера. С интервалом в 6 секунд машина пытается сама себя выровнять. Ситуация чрезвычайная, и в ней экипажу не остается ничего другого, кроме как вручную компенсировать неадекватные действия агрегатов самолета. Они ушли на второй круг, это, говорят, от профессионализма. То есть летчики поймали ритм его движения. И начали унисон работать с автоматом. Только приугадывая, что в следующий раз автомат сделает крылья сюда, он чуть-чуть помогает, а потом обратную сторону ему дает команду. В какой-то момент, когда машина скрывается за деревьями, кажется, что сейчас над лесом взметнется пламя. О числе жертв можно было бы только догадываться. Кругом расположены дачные поселки. Но летчики совершают настоящий подвиг. Самолет хоть и в экстренном режиме, но все-таки посажен. Давай, пацаны! Давай, угадай! Давай! Все, угадал! Челю! Огонь! Все подробности инцидента, который чудом не превратился в трагедию, выяснит военная прокуратура. Изучается техническое состояние самолета и действия тех, кто готовил машину к полету. В Министерстве обороны от каких-либо комментариев отказываются. Не исключено, что после проверки в отношении должностных лиц будет возбуждено уголовное дело. Дмитрий Мельников, Шушан Миносян и Виктор Калинин. Вести.